В эти выходные украинские рыбаки отметили свой профессиональный праздник – День рыбака. В 2012 году этот день пришелся на 8 июля. Это праздник не только профессиональных рыбаков, но и всех, для кого рыболовство стало спортом, хобби, особым состоянием души и профессиональной деятельностью. Белгород-Днестровский район издавна богат рыбой. Есть в нашем районе и села, тесно связанные с добычей рыбы. В таких населенных пунктах часто День рыбака и День села – это совмещенная дата. Вот и в Красной косе 8 июля отметили 212-й день рождения села и День рыбака. На сегодняшний день в селе проживают более тысячи рыбаков и рыбачек. Именно для них и подготовили праздничную программу. Все желающие насладиться оригинальными концертными номерами собрались в центре села на площади перед Домом культуры. Я поздравляю вас всех с праздником, с Днем рыбака, с Днем села. Желаю всем доброго здоровья, вам и вашим семьям благополучия и хорошего настроения в сегодняшний день. Шоу-программа порадовала зрителей разнообразием необычных концертных номеров. Воспитанницы местного Дома культуры для всех присутствующих исполнили известные современные хиты. Поздравить сельчан заглянул древнеримский бог морей и потоков Нептун. В день рождения села ветеранам труда вручили почетные грамоты. Долгие годы они работали на благо процветания красной косы. И этот подвиг не забыт. Память о нем останется в наших сердцах. Дозвольте мне в имени депутата Верховной Рады Барвиненко Виталия Дмитриевича привитать вас всем святым. Святым Дня рыбака, также святым Дня села. И знаете, побажание у меня отне. Хай будет в ваших оселях добро и здоровье. В этот день поздравить сельчан с праздником приехал депутат Одесского областного совета Дмитрий Барвиненко. То что хочется сказать? Хочется сказать, что в вашем оселях эти дети всегда бегали. И на их лицах была радость и задоволение. А у батьков была радость за детей, за родных, за близких. Поэтому, дай Боже вам здоровья, наткнение и хай вам счастливы в вашем жизни. В Красной Косе живет человек-легенда. Николай Онищенко более 50 лет посвятил себя селу и добыче рыбы. Потомственный рыбак долгие годы работал как бригадиром в колхозе «Красный рыбак», так и головой местного сельского совета. Благодаря нему в селе провели водопровод и дороги. Появились школы, детский сад, дом культуры и фаб. И мы хорошо работали. Работали, понимаете, на этом продовом хозяйстве. Брали по 20, по 22, 25, 28 центнеров в гектаре. То есть товарные рыбы мы брали где-то 700-750 тонн. И посадочную материю мальчика брали мы порядка 250-300 тонн. Для зарабления лиманов, других водоемов дальше. То есть пошла мне хорошая работа. Начал работать и уже начал рыбообработку. То есть коптить рыбу, солить рыбу, вялить рыбу, консервы делать, пресервы делать. И очень хорошо получалось. На сегодняшний день объем добычи рыбы значительно сократился. Красная коса переживает не лучшие времена. По словам Николая Онищенко, он видел село в разные времена. Революция, Великая Отечественная война, развал СССР. Все это негативно влияло на состояние дел в красной косе. Но рыбаки-сельчане упорно поворачивали время вспять и возвращали красную косу к жизни. Мы желаем, чтобы все добрые пожелания, прозвучавшие в этот день, скорее осуществились. С днем рождения и с днем рыбака красная коса! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует...